всем привет сегодня у нас вот такая вот посылочка это посылка из джейди я ее очень ждал и немножко предисловия предыстория почему я ее очень ждал все вы знаете что я люблю bluetooth наушники покупая их много и не совсем недавно был у нас распаковка была вот киева и 19 они когда пришли они стали да то есть они стали основными моим наушниками потому что звучат они хорошо и сидят в ухе удобно тесты все мои проходят которые да там грубо говоря тест на шапку то есть звук не хуже чем к з у к з у меня допустим были к з ст это первые которые мне понравились наушники я пользовался к з з с 3 это сейчас я ими пользовался док ю сивай qi 19 пришли и все вот эти вот наушники ушли на второй план и немножко позже я расскажу почему также у меня еще есть куча наушников ppb ppb 012 это лидер до до 10 долларов если брать цену до 10 долларов bluetooth наушников это лучшие наушники потому что они удобные они звучат неплохо и хорошо вроде неплохо держит батарейку также я для них для сравнения купил 021 и 024 а вот этот 021 вот это 024 вот но еще это все будет в следующем видео я о них расскажу детально сравню вот эти вот серию ppb сравню из 012 потому что они все до 10 долларов но мне кажется что 012 она победит в любом случае но это как бы забегая наперёд но мы на них на все посмотрим отдельно вот и немножко сравним а вот это вот посылка это айби фри и я расскажу здесь есть о кью сивай есть и плюсы и минусы и я о них немножко расскажу после того как мы попользуемся айби фри и это все будет в этом видео рассказано давайте вначале мы распакуем айби фри айби фри стоит в районе 50 долларов регулярная цена на джеки я был мой прайс будет в телеграме поставил в добавил ссылку на эти наушники и когда цена опустилась опустилась надо 29 99 я их купил цена на них опускалась до 22 долларов люди говорят что покупали летом за 22 доллара и по какой-то распродаже ну мне они обошлись 29 99 как бы регулярная цена по которой они продаются на джеки около 50 долларов но они периодически то есть ну как минимум раз в месяц точно опускают цену от многих людей слышал только положительные отзывы этих наушниках хочу просто сравните в этом видео посмотреть стоит ли переплачивать да там 15 долларов за one more если есть кью сивай у которого тоже есть aptx то есть неплохие отлично сидят в ушах и вообще как бы но естественно это мое личное мнение сугубо да там субъективное мнение проверять я буду звук с mp3 плеерами дешевыми и с мобильными телефонами как-то у меня нет там дорогой аппаратуры на которой проверить это все поэтому будет субъективное мнение чисто для себя чем я буду пользоваться поскольку я и то и то покупал все наушники у меня до сих пор есть я как бы не продаю ничего этого не делаю и пользуюсь наушниками с удовольствием поэтому давайте посмотрим что у нас внутри коробочка напоминает кью сивай мне вот это вот нравится кэзэ кью сивай one more нравится коробка потому что когда я получил мэйзу которые были но они очень такой а вау эффект там коробка огромная крутая такая открывает все в обзорах у меня можно посмотреть они не звучат не в ушах не сидят ну вообще как бы отстойные самые отстойные которые этот ппб вообще лучше за 5 баксов чем мэйзу и по 51 52 я даже не стал пробовать покупать потому что они стоят дороже в два раза чем 51 после 51 меня уже охота с мэйзу связываться перестала обычная поэтому я как бы наушники предпочитаю вот такие вот в простых коробках потому что обычно это довольно таки неплохие решения и они дешевле получается то есть они вместо того чтобы делать простую коробку делают качественный продукт мне кажется за те же деньги вот ну давайте посмотрим выглядит все неплохо вот коробочка мы открыли здесь поролончик чтобы не не продавилась давайте посмотрим у кью сивай кстати было в коробке инструкция в отдельной коробочке то есть отдельная коробочка вот такая вот ну подобная коробочка для инструкции ну это тоже как бы бритком попахивает ну вот бог им судья давайте посмотрим здесь у нас получается вот такая вот бумажечка на китайском warning какой-то какие кнопки как подключить и так далее то есть включается ну я думаю это все стандартно вот такая вот коробка продавливается у мэйзу кстати да продавливаешь когда ты портишь коробку и то есть типом допустим если они тебе не понравились не подошли то ты их уже продать не можешь нормально вот так а тут у нас получается тоже нет тут у нас вот такая вот еще снимается вот и здесь без проблем продавливаешь все как бы аккуратно и после допустим если они тебе не понравились наушники ты их потестировал не понравились не подошли ты их можешь обратно аккуратно запаковать и как новенькие продать и так распаковали мы наушники ничего себе княженцы так вот наклейка наклейка one more такой медведь с наушниками прикольная наклейка пока не знаю куда ее наклею но точно куда-нибудь прилеплю его очень понравилось мне вообще эти приколы всякие такие типа виде наклеек очень нравится вот и вот такая вот княженцы княженцы у нас на китайском языке а ну есть английский да и вторая половина на английском получается и а тут разные языки из итальянский или какой-нибудь непонятно немецкий в общем разные языки она где-то здесь должно быть начале эту просто должно быть какое-нибудь оглавление сколько языков на какой странице как а какой язык это по моему корейский язык или японский корейский на и вот ну не суть в общем краткая инструкция здесь на всех языках кроме русского русского я что-то не вижу нет не увидел я русский язык ну пусть будет инструкция отдельно лежать вот такая вот еще здесь маленькая коробочка здесь наверное хранятся наши амбушюрки давайте посмотрим а здесь кабелек кабелек так перегнули сильно с какой-то волосинкой китаец положил ну обычный кабелек плоский это хорошо потому что они плоские не так путаются ну практически не мне не запутываются это хорошо и амбушюрки амбушюрки вот два пакетика у нас а два пакетика вот этих крючочка я не знаю как они правильно называются которые вставляются для крепления раскрывать их не буду пока потому что мне обычно подходит вот куку силой мне все подошло с стандартная с с тем что она пришла и амбушюрки амбушюрки маленькие большие получается а здесь среднего нас установлен вот ну вот так выглядит это все вот и в принципе в принципе вот такая вот есть штучка давайте их открою и погоняю несколько дней и потом уже до запишу это видео и уже расскажу свое мнение я скрюсила я уже практически наверное не знаю недели две может месяц я с ними хожу вот они мне очень нравятся хорошие наушники но у них есть минусы давайте уже я когда погоняю с этими буду сравнивать их в конце видео и заодно напишу ну расскажу о минусах qc вай уже собрался и потом понял что все-таки нужно сейчас до использования наушников рассказать о минусах и плюсах qc вай потому что я уже нашел сразу один в этих наушниках один плюс который исправлен то есть тут я его как минус отношу а он исправленный речь идет о том что кнопка включения она находится в центре и она без какого-либо без какого-либо напоминание бывает часто я снимаю наушники до того как я их выключаю и я их снимаю и нажимаю на плюс или на минус то есть не на центральную кнопку для того чтобы отключить видите они включены вот они включены были потому что их не с не отключил сейчас я нажму отключу вот эта проблема как бы это минус потому что ты когда идешь ты начинаешь долго но допустим в дороге где-то поднес руку и нужно как бы неудобно ты не понимаешь где какая кнопка то есть но логически ты понимаешь но нужно по ним проехаться чтобы понять где центр вот здесь же уже сразу на центральной кнопки на кнопки включения два таких бортика сделаны и палец сразу зацепается за него то есть ты понимаешь какая кнопка идет центрально причем ты когда за счет выпирания она нажимается сразу вот также наушники qc вай из минусов то что они периодически сами включаются то есть вот это вот кнопки они мягкие нажатия и шеи воротником до упал за воротник пульт и нажалась кнопка они сами включились или ты уже допустим их выключил собираешься снимать кинул в карман они в кармане нажались то есть это минус по плюсам по плюсам они как отлично играют есть aptx бомбово играют вообще ну как бы в сравнении с с 3 которые были у меня из ст они играют ну сравнительно может быть там ну чуть чуть лучше не не намного лучше по качеству звучания они ну может быть в некоторых моментах лучше но это сравнимо я какого-нибудь там разрыва допустим как ппб и взять за с 3 разрыв между качеством звучания там огромный разрыв поэтому заметно здесь же как бы так как такового незаметно было но удобство здесь удобнее вот эта вот штучка она вставляется в ухо то есть это все красиво сделано в ухо вставляется очень удобно мне очень нравится и удобнее даже чем здесь и получается здесь вот этот петелька она как бы гнется перегибается и рано или поздно здесь перегнется и сломается нужно будет покупать новый bluetooth модуль это не особо как бы критично то что конструкция вот это вот удобно она в ухо садится там прям как влитая и вот этот конструкция еще придерживает ухо это одно но вот здесь встать садится в ухо только с вот этим вот хлястиком и отлично все держится у меня еще амбушюрка стандартная которая шла там идут у них двойные амбушюрки у которая дополнительная не идут с двойными то есть можно выбрать подобрать себе вообще идеально будет сидеть и вот этими вот крючочками она держится то есть ну все отлично у меня никаких проблем в этом нету по поводу батареи батарея здесь держится на где-то на полчаса может на 40 минут на час дольше чем у qc и zs3 в среднем это 5 часов то есть тут 5 и 5 5 и около 6 часов это на средней громкости я не слишком громко слушаю музыку просто слушаю мне часто нужно чтобы я слушал музыку и хотя бы частично слышал что вокруг происходит ну и в среднем на пять часов мне хватает но в среднем от 4 до 6 часов они все наушники которые у меня были они проигрывают по поводу управления управление здесь у qc и но такое как я люблю единственное что можно было бы в пульте вынести кнопку отдельно до включения но по поводу управления здесь мне больше нравится чем у зс3 потому что здесь у нас включение звука просто нажатием дамы громкость на вы включаем и долгое нажатие это переключение треков мне вот это вот больше нравится здесь же все наоборот по поводу связи дат сопрягается быстро легко никаких проблем вообще сопряжением у меня не было и в отличие от зс3 у него лучше лучше сигнал то есть я допустим если ложу телефон в комнате и пошел там допустим в туалет или на кухню заварить чайник и все я могу в этих наушниках смелых идти в соседнюю комнату и сигнал по всей соседней комнате не пропадает без 3 иногда иногда пропадал сигнал то есть но там на несколько секунд тут такие закушки были то есть если телефон находится в одной комнате я в другой с наушниками то есть такое было здесь здесь были пропадания здесь таких пропаданий не было 10 метров я думаю смело есть но просто здесь еще это 10 метров и сквозь стены то есть даже сквозь две стены я проверял вот они у меня ловили сквозь две стены вот такие вот плюсы то есть наушники на данный момент тут qc why они у меня самые лучшие друзья прошло несколько дней терпения у меня не хватило дольше чем два дня таскать эти наушники ну в общем я очень сильно расстроен потому что они стоят порядочно вообще не лучше чем киусе вай и киусе вай остаются мои как бы основные во первых давайте по порядку что мне не понравилось да понравилось я говорил что вот это вот такая но нанесено по центру вот эти вот ребрышки на кнопку но как оказалось что бестолку то есть ты пальцем возишь и непонятно дети ребрышки как бы а палец цепляется но какой-то особой разницы чтобы удобнее было человек как вы чем киусе войну я не заметил минус здесь более жестко нажимаются клавиши и не всегда срабатывает то есть ты ее нажимаешь надо как-то посильнее и нажимать она ну ту же идет и как оказалось но с практики я более привык к мягкому ходу кнопок и здесь более жесткий ну да то есть плюс что они сами не включаются в кармане как киусе вай то что они жестковаты то есть не всегда срабатывает это еще один минус второй минус что мне не понравилось это то что когда ты включаешь ты включил и они там до пэринг соединяются да то есть сразу в режиме соединения когда они подключились к телефону все нормально ты ими пользуешься но потом когда ты хочешь выключить ты нажимаешь кнопку и держишь ее и вместо того чтобы выключиться он включает режим сопряжения то есть это очень неудобно потому что в основном ты как пользуешься ты одними наушниками пользуешься с одним устройством да я пользуюсь своим телефоном от me 6 да и один раз я сопрягся наушниками все и потом я просто включая выключая не сами подхватываются телефоном и потом выключил я даже не разрывая bluetooth в телефоне я просто отключил наушники все вот потом включила не автоматом подхватились телефоном и я дальше пользуюсь ими здесь зачем это сделано я не пойму то есть вместо того чтобы выключить он включает режим сопряжения то есть постоянно и перед тем как то есть я должен держать там не 10 секунд ну там я не знаю секунд 5 наверное ты держишь он включает режим сопряжения потом еще несколько секунд и держишь чтоб он выключился то есть ну зачем зачем я не пойму по поводу автономности автономность у них практически такая то есть 90 миллиампер часов у них батарейка немножко больше чем у кью сивай ну и держит они на то есть заряд продержали где-то на полчаса на 40 минут больше чем у кью сивай но здесь у меня на моем телефоне получается ну запаса громкости у них меньше чем у кью сивай кью сивай играют громче их я выкрутил на максимум и практически на максимум выкрутил на телефоне и ну мне этого как бы было ну как бы слушать для меня комфортно было когда кью сивай когда я на максимум выкрую выкручиваю то есть звук чистый все никаких хрипений нету то есть если и телефон и наушники выкручиваю никаких хрипений нету то есть не но уже дискомфортно для меня уже слишком громко я не привык слушать музыку очень громкой поэтому как бы на максимуме на телефоне на максимуме на в наушниках и они ну так еще можно было бы добавить громкости как по мне вот то есть не хватило мне громкости у них как так вообще не понимаю то есть наушники которые которые стоят 50 долларов да то есть их продают за 50 долларов постоянная цена и 15 долларов и 15 долларов они лучше чем за 50 ну я купил конечно за 30 да ну все равно некоторые есть за 22 покупают но я бы имея тот опыт который у меня сейчас есть я бы не взял их даже за 22 не знаю может мне попалась бракованная версия но проверяйте покупать еще одни для проверки но у меня никакого желания нету во первых потому что они неудобно сидят неудобное управление еще по поводу давайте я скажу по поводу управления и потом уже добавлю про мои впечатления о звуке по поводу управления я не знаю я могу простить вот таким вот наушником ppb 012 когда которые стоят за 5 долларов когда вот мы привыкли что громкости плюс и это же переключение на следующий трек минус на переключение на предыдущий трек и громкость минус здесь получается плюс переключаем громкость вверх до единичным нажатием и потом долгим нажатием переключаем трек назад то есть мы не вперед идем по треку а назад и об этом нужно будет всегда помнить то есть когда здесь громкость вверх это тоже переключение вперед кстати вот здесь была наклейка где указано что вот это вот включение, вот здесь плюс, а вот здесь минус. И наклейку эту мы снимаем, потому что она как защитная кнопочки. И дальше у нас здесь никаких отображений нет. Где плюс, где минус. То есть сразу и не разберешься. Конечно, на QCY вот они все есть, эти плюсы и минусы. Их отчетливо видно. То есть это еще один минус в сторону One More. Я не скажу, что я там великий ценитель звука и что я там вообще утонченный. Ну, за плечами 7 лет музыкальной школы у меня есть. Но я играет и играет. То есть я никак не придираюсь. И когда начали у меня идти наушники лучше и лучше. И допустим, если взять опять же PPB 0.12 и взять QCY, то здесь разница заметна. Здесь же разница в цене. Эти 5 долларов, эти 15. То есть 3 раза разница в цене. Но и разница в звуке заметна. То есть эти QCY играют намного лучше, чем 5-баксовые. Здесь же разница практически незаметна. Но то, что они играют тише, это минус. Для меня, по крайней мере, я пробовал их включать с Leeko телефоном и с Mi 6 своим. Они играют тише. Я не знаю, то есть, ну как так вообще. То есть 3 раза они дороже, но играют тише. Плюс у QCY звук какой-то объемней. Он как такие, ну есть и басы, есть и... То есть ты слышишь и там соло-гитары, которые, да, там на высоких. И низы слышно. То есть, ну, бум-бум. И как-то объемность чувствуется. И более приятный звук, ну, как... Ну, это чисто мое субъективное мнение. Вот именно мне вот этот звук нравится больше. Плюс здесь громкости, запас громкости намного больше. Я их слушаю на 50-60% громкости. И мне их довольно комфортно. А эти на 100% и, ну, как бы, ну, нормально. И причем их надо выкрутить на 100%, чтобы прислушаться к звуку. Да, чистый звук. Мне кажется, что здесь лишние высокие. И ярко выражены вот эти вот цепляющиеся тарелки. Вот ярко выражены. Вот знаете, когда виниловая дорожка включается. Вот рэперы в рэпе часто используют как бы звук такой, потрескивание винила. В этих наушниках оно слышно, но оно не так тебе бьет по мозгам. Я в свои ролики добавлял такое потрескивание, как костра. И народ потом жаловался, писал, что капец, ну, кому-то было прикольно, как будто это тут на фоне камин трещит, да, то есть костер. Вот. Но в основном люди жаловались, потому что это как-то бьет по мозгам. Вот. А здесь, получается, он ярко выражен, этот треск, который здесь, он такой, ну, приятное-приятное фоновое, там, вдалеке, где-то там есть потреск, оно не слышно постоянно. Здесь, вместо того, что основная музыка, слышен этот треск. И очень ярко выражено вот этот то есть тарелки, барабанные тарелки, вот эти вот звук именно во всех треках, где есть барабаны, да, ударные, и все, вот этот сопровождающийся трек, И ты постоянно слушаешь Реально у меня нет слов Я не знаю Вообще Я не могу их слушать Я думал, что Первый день я пользовался И я думал, что я их оставлю Будет у меня запасные То есть QCY буду постоянно пользоваться А эти будут у меня в кармане лежать Сейчас у меня лежат ZS3 в кармане То есть QCY я пользуюсь ZS3 у меня запасные в кармане лежат Ну и ZS3 у меня лежат дома Для записывания роликов, подключить к телефону и так далее Для таких тестов Я думал, что я их оставлю для этих целей Нет, я не могу оставить Ну и давайте теперь посмотрим, как они сидят в ухе Во-первых, они такие вот так выглядят И они неудобные, они торчат Но это неудобство не совсем Как бы оно сильное неудобство Я пробовал менять вот эту штуку Пробовал менять амбушюры И ничего не поменялось Поставил обратно стандартные Вот, они сидят в ухе неудобно Ну, тест на шапку проходят Они не давят Потому что вот эта вот толстая штука Она не дает зайти глубоко Самой вот этой амбушюрке Глубоко в ухо И поэтому внутри в ухо Она не давит даже на шапке Но оно болтается вот этим штукой Оно цепляется Ну, давайте сейчас я включу Как оно будет на ухе Итак, друзья Вот так выглядит в ушах Вот это IB-Free Видите? Торчит вот так Оно торчит И вот так выглядит QCY-QY19 Вот он вообще Ну, если вот поверну ухо Да, вот Он не торчит из уха И плотно сидит И не давит в ухо То есть, за счет своей формы Он хорошо как бы входит И не дает глубоко войти Чтобы не давить Ну, мне как бы некоторые наушники Особенно пулеобразные Вот, они мне доставляли дискомфорт Если шапку оденешь И они очень давили Эти не давят Эти они громоздкие И во-вторых, под шапкой У меня где-то, наверное, через минут 20-30 После использования Они начинали вот давить вот здесь В мочку Я пробовал амбушюры Пробовал вот этот вот крючок этот поменять У меня ничего не получилось Ну, настрой То есть, они неприятные Когда ты их только одеваешь Они нормальные Но, когда ты долго У них 2-3 часа Они, ну Неприятные становятся Вот Как-то так Итак, друзья Такой маленький вывод И вывод такой Что за такие деньги Я ни в коем случае их бы не взял Имея тот опыт, который у меня есть Вот QCY Они на данный момент Они идеальные наушники И у них идеальная цена То есть, я бы Лучше купил за 30 долларов Еще одни QCY Но, зачем Если я могу двое QCY купить За 30 долларов на GD Он сейчас по 14.99 продается Не буду настаивать Потому что люди разные У всех разная ушная раковина У всех разные там Вкусовые качества и так далее И тому подобное И я уверен, что Есть люди, которым нравятся эти наушники И они для них идеальные Но Я бы Если вы еще не пользовались Этими наушниками Я бы посоветовал вам Найти кого-нибудь У кого они есть И попробовать их Попробовать Вставить в ухо Попользоваться Включить музыку Послушать Если у вас есть Допустим Магазины Где можно попробовать наушники Пройти в магазин Прежде чем заказывать их Попробовать где-то Потому что Мне они очень не понравились Если вы хотите Хорошие качественные наушники Более удобные Вот QCY Они отличные наушники Bluetooth На данный момент Из тех, что я перепробовал Это лидер Получается И хорошие по звуку И хорошие по батарейке И удобно сидят в ушах Удобно сидят Это как бы основные критерии Которыми я пользуюсь Эти наушники Я советовать не могу Потому что По всем характеристикам Они хуже чем QCY Которые я установил То есть моим характеристикам Которые необходимы мне Моим не характеристикам А требованиям И получается Они не подошли Не под одни мои требования Я так их ждал Я был Когда они пришли Я реально Хотел ими пользоваться И думал Что они станут Теперь моими основными Наушниками Но не получилось Не зашло Вот QCY QY19 Действительно Они стоят В три раза дешевле Но в два раза дешевле Чем я купил эти Вот На этом у меня все Ставьте лайки Подписывайтесь До новых встреч И удачных покупок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok